Для решения многих задач сегодня необходима слаженная работа всех уровней власти. 37 семей анапчан, бывших работников газовой отрасли, живут в ведомственном жилье, которое получили как нуждающиеся. По их словам, сначала газовики обещали не выселять. Однако сегодня крупные госкомпании распродают непрофильные активы, в том числе жилой фонд. Депутат Госдумы Иван Демченко намерен написать письмо московскому руководству компании. Есть решение суда о том, что в данном случае выселять можно лишь с предоставлением другого жилья, а значит, есть шанс прийти к разумному компромиссу. Граждане могут купить. Другой вопрос, что они вложили деньги в ремонт. Это через суд они заберут свои деньги. Там посчитают ремонт среди 300 тысяч квартир. И также точно эту квартиру можно купить. По большому счету, Газпрод должен был им отдать по остаточной структуре бесплатно. По остаточной структуре, сколько она замортизировала за 7 лет. Жители Гастагаевска просят оказать содействие в получении технических условий на подключение к газоснабжению. Но у существующей газораспределительной станции не хватает мощности. Реконструкцию ГРС Газпром не планирует. Объясняя, дефицит исчезнет после запуска газопровода «Южный поток». Председатель ЗАГСобрания Краснодарского края Юрий Бурлачко намерен выяснить у газовиков возможность дать дополнительные мощности. Если вам пояснение дашь, что это связано с «Южным потоком», то, что Юрий Федорович говорит, и заводить потом с другой стороны будет газ-план. То есть смысла никакого нет. Что-то прикладывать, когда будет хорошее, большое, но чуть-чуть позднее. И в планах это есть. Эти планы я попрошу поделиться. И если это в контексте, вот рассматриваем вопроса, не сегодня, а завтра, но производительность будет увеличена. Я постараюсь каким-то образом дать информацию через администрацию муниципального образования. Вместе с тем, жители уже организовали кооператив и собрали 2 миллиона рублей. Миллион уже вложили. В муниципалитете предложили не терять времени, чтобы уже собранные документы не потеряли актуальность. А так, может, через пару лет и газ будет. Так точно. Потому что параллельные процессы. Жительница станицы Анапская Лидии Гущиной пообещали помочь восстановить потерянный стаж, чтобы пересчитать пенсию. 10 лет она проработала в Крымске. Документы пропали во время наводнения. Подобное мероприятие впервые проходит не только в Анапе, но и в Краснодарском крае. Я хотел бы от всех жителей города Курорта поблагодарить Юрия Александровича Ивановича за то, что они свой первый опыт, тот, который они решили провести в муниципальном образовании, город Курорт Анапа. Это произошло у нас, и жители довольны, и мы все рады. Почему? Потому что есть такие вопросы, когда муниципальная власть не в состоянии разрулить те вопросы, которые необходимо вмешать в как законодательное собрание Краснодарского края, так и федеральной власти. Эти вопросы сегодня были рассмотрены. Я думаю, с вашей помощью, спасибо вам, будет оказана помощь нашим жителям города Курорта. Я вас очень благодарю. Анапская молодежь вручила Ивану Демченко благодарственное письмо и предложила отметить в День молодежи самых активных. Депутат попросил составить список для вручения благодарственных писем от себя лично, а лучшему из лучших пообещал грамоту от председателя Госдумы Вячеслава Володина. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.